Великой Октябрьской социалистической революции Немногие подвиги и свершения, которые знает история, сравнивы по своему величию и своей значимости с октябрем 1917 года. Сегодня в каждом уголке земли есть те, кто размышляет о значении Великого Октября, те, чьи сердца учащенно бьются при словах о Ленине, партии большевиков и советской власти. Сто лет назад трудящиеся нашей страны подняли красный стяг над Россией, то были судьбоносные сети дней, которые потрясли мир. Во все стороны света разлетелись короткие, понятные каждому простому человеку лодунги, мир народам, хлеб голодным, земля крестьянам, фабрике рабочим, власть совета. Их услышали все, прежде всего те, чьим умом и талантом создаются основные ценности на земле, услышали и угнетенные народы колоний, из которых капитал высасывал последние соки, и солдаты, гниющие в окопах Первой мировой войны. Прожекторы крейсера «Аврора» не просто осветили тот день стены Зимнего дворца, они прорвали мрак капиталистического рабства, миллионы людей обрели надежду, все они могли повторить слова поэта Владимира Маяковского о революции «Четырежды слався благословенные». Но в России произошла не только величайшая социальная революция, здесь впервые родилось государство, воплотившее самую сокровенную мечту человечества, мечту о справедливости, равенстве и братстве. Ту мечту, осуществление которой многим казалось невозможным до того, как Ленин и его соратники подняли над планетой и провели красный стяг, и провели восстание против многовекового гнета и унижения. Поэтому Октябрьская революция была не просто шагом к невиданным политическим и социальным переменам. Она пронизала светом великих нравственных преобразований, изменивших мир и повлиявших на мировоззрение людей в разных концах планеты. Именно об этом напоминают нам слова лидера национальной освободительной борьбы первого премьер-министра Индии Жоахала Неру. Советская революция намного продвинула вперед человеческое общество и зажила яркое пламя, которое невозможно потушить. Она заложила фундамент той новой цивилизации, которой может двигаться мир. В прежние эпохи даже самые смелые политические преобразования не могли отменить того, что у власти всегда оставались крупные собственники их обслуга. Менялись правители и правящие кланы, рушились монархии, перекравились границы, переписывались конституции, но власть неизменно оставалась в руках меньшинства, эксплуатировавшего абсолютное большинство. В руках тех, кто наживался на труде миллионов, кто возводил классовое неравенство врат закона. Только в результате Октябрьской революции люди труда впервые стали хозяевами страны и превратились из бесправной рабочей силы в творцов нового мира, новой истории. До сих пор человечество пребывало в тисках эксплуатации и вопиющей несправедливости. Большинство рождалось и умирало в этих тисках, не имея никаких шансов вырваться из них. Эта участь, как проклятие, передавалась из поколения в поколение. Какие бы гербы не красовались на знаменах разных государств, какие бы лозунги не были на них начертаны, клеймоне справедливости выселось над всем миром и человечество жило под властью и о жестоких и аморальных законах. Разорвать этот порочный круг мировой истории сумели только большевики, только коммунисты, взявшие власть в России в октябре 1917 года. Теперь народ из заложника интересов правящей драхушки превратился в хозяина государства и его главного творца. Талантливый русский поэт Александр Блок писал «Одно только делает человека человеком знание о социальном неравенстве». И сегодня мы, отдающие дань великим свершениям октября, можем уверенно заявить подлинно народной и подлинно прогрессивной делает власть лишь стремление преодолеть социальное неравенство и ее способность воплотить это стремление в жизнь. Смешна и лживо мышиная возня тех, кто пытается отменить значение Великого Октября. Россия выстрелила свою революцию. Она пришла к социализму долгой и трудной дорогой мечтаний, стремлений и поисков. Это был воистину великий прорыв. На Первую мировую войну мы ответили декретом о мире. На иностранную интервенцию 14 государств Антанты мы ответили рабоче-крестьянской Красной Армии. На голод и разруху декретом о земле. Новой экономической политикой и гениальным планом электрификации ответили на развал экономики. На безудерную инфляцию золотым советским червонцам, который в считанные месяцы стал весомее, чем доллар и фунт. А на фашистское нашествие страна советов ответила подвигом Брестской крепости, героизмом и мужеством Ленинграда и Сталинграда, десятью сталинскими ударами и красным знаменем над Рейхстагом. Победа 45-го была заложена в октябре 17-го. Как писал Пабло Неруда, Ленин воплотил вековую мечту человечества, сделав ее явью и советской стране. Октярд положил начало новой эпохе и новой эре. Ее главными заповедями стали труд и солидарность, равенство, братство и коллективизм. Ход событий приобрел качественно иное направление. На мировой карте появилась страна, где власть в свои руки взял впервые в истории человек труда. Результаты поразили всю планету. Советское чудо это ленинско-сталинская модернизация, когда за 20 лет был увеличен потенциал страны в 70 раз. Из распавшейся, развалившейся, находившись в полуафриканском состоянии страны, советская держава превратилась в одну из ведущих держав мира. Это тысячи лучших заводов и фабрик, встаночный парк перед войной советской страны был лучшим в мире. Это ликвидация неграмотности и передовая наука, выход в космос и мощный оборонный щит, который сегодня мир сдерживает от большой войны. Это уникальные гарантии в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, появление нового человека, человека-созидателя, опередившего время, это забота о детях, женщинах, стариках, ставшая святой обязанностью советского государства. На примере нашей страны социалист доказал и то, что только он способен полной мере раскрыть творческий дар народа. Да, Россию до революции взрастило немало выдающих ученых, писателей, художников, композиторов, но почти все они происходили из дворянского сословия. Одаренный человек, не принадлежащий к привилегированному классу, родившийся в бедной семье, не имел почти никаких шансов раскрыть свой талант и поделиться его плодами с обществом. Настоящая свобода творчества дала множество замечательных авторов из России и позволила им раскрыть свой талант. В 20 веке грандиозных литературных, музыкальных, театральных и кинографических достижений добились целая плеяда взращенных советской властью деятелей. Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Константин Федин, Александр Фадеев это лишь некоторые из тех великих имен, которые заявили себя первые послереволюционные десятилетия. За ними последовали Александр Твардовский, Константин Симонов, Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Василий Белов, Федор Абрамов, не менее впечатляющей оказалась и плеяда выдающихся советских кинематографистов. Сергей Эйзенштейн, Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай, Георгий Данелия, Марлен Фуциев, Владимир Мельшов эти имена знал и продолжает помнить весь мир. Но судьба была бы невозможна без тех социальных и культурных перемен, которые принес с собой в Великий Октябрь. Гениальный ученый Альберт Эйнштейн говорил, что такие творцы, как Ленин, обновляют совесть человечества. По его работе «Почему социализм», написанный в 1949 году, наш Нобелевский лауреат Жорес Алферов прочитал в Думе блестящую лекцию о будущем нового поколения. А будущее это социализм, наука и классное образование. Давайте пожелаем всем талантливым людям в этом деле новых успехов. Безусловно, прав был прекрасный советский писатель Алексей Толстой, когда говорил, что социализм это раскрытие человеческой гения в условиях высшей социальной свободы. Ему вторил знаменитый немецкий писатель Ген Рихман для Советского Союза социализм это путь к полному освобождению, гораздо большему, чем только экономическое, через равенство к свободе. Свобода, которую дал каждому человеку и закрепил в Конституции социализм, это свобода не быть нищим эксплуатируем. Свобода от страха, что завтра ты можешь лишиться работы, что тебе нечем будет платить за жилье, за еду, одежду и жизненно необходимые лекарства. Не на что будет дать образование детям, нечем их будет накормить, нечем будет поддержать пожилых родителей. Свобода чувствует себя личностью, а не живым товаром на рынке труда, свобода, которая стала достоянием всех, независимо от происхождения национальности и профессии, достоянием рабочих, крестьян, ученых, интеллигенций, людей искусства. Только такая свобода может быть признана подлинной. Ее отсутствие делает бессмысленными любые другие свободы. Осуществление власти народа через советы, передача в руки общественных богатств, общественной собственности сыграли решающую роль в развитии страны в формировании советского человека. Этой в годы Великой Отечественной войны стало залогом сплочения людей перед лицом колоссальной угрозы, нависшей над Советским Союзом и всей планетой. Эта страшная война могла быть выиграна только таким народом, у которого было общее дело, общая идея, общая вера, общая культура и общая собственность. Не будь победа октября 1917-го, невозможно была бы и великая победа над фашизмом мая 1945-го. Невозможно было бы стать выдающимися полководцами Жукову, Рокоссовскому, Коневу, Василевскому, полководцам, чьи операции изучаются во всех военных академиях мира. Эта победа окончательно доказала миру верность нашего народа заветам Ленина идеалам социализма. Она свидетельствует о верности этого выбора и сегодня. После Великой Победы сформировалась мировая социалистическая система, основой которой стали сплотившиеся вокруг СССР страны социалистического содружества. Социализм обрел множество новых сторонников на всех континентах. Его идеи вдохновляли на борьбу за свободу и независимость выдающихся политических деятелей новой эпохи Махатма Ганди, Эрнесто Чигавару, Фиделя Кастро, Гамале Абделя Насара, Нельсона Манделов, Уга Чавеса и многих других борцов за народное счастье. Занимая 26% территории земли, социалистический мир в 1985 году производил почти половину мировой промышленной продукции. История подтвердила справедливость слов французскую писателю-коммуниста Жанна Ришара Блока, который говорил, считаю, русскую революцию и ее завоевание одним из основных элементов цивилизации. Мировой капитал был готов пойти на что угодно ради того, чтобы сохранить свое господство, ради того, чтобы в мире вновь воцарилась исключительно капиталистические законы и эксплуатацию. Он бросил все свои силы на подрыв социалистической системы и в конце 20 века поход мирового капитала против нее принес свои уродливые плоды. Этому способствовало то, что в 80-е годы управление советской страной захватили откровенные перевертыши, предатели и вздаимцы, осуществившие демонтаж народной власти ради своей корысти. Но по нашему глубокому вождению это был только временный успех мирового капитала. Он лишь отсрочил свой неизбежный крах. Правда, теперь капитализм счел себя свободным от конференции двух систем, начал снимительно сворачивать те социальные гарантии, которые Запад предоставил гражданам под давлением октября. Капитал перешел к открытому и разнуданному произволу по всему миру. Его жертвами за последние годы стали Югославия и Афганистан, Ирак и Ливия. Сегодня мировой капитал стремится удушить Сирию и оказывает колоссальное давление на Венесуэлу и Корейскую Народную Демократическую Республику. Современный глобализм является высшей формой империализма, стремительно усиливается наступление капитала на права трудящихся. Растет агрессивность империализма на мировой арене, возрастает угроза новой большой войны. Усугубляется финансово-экономический кризис, каждый следующий приступ которого будет все более тяжелым и болезненным для трудового народа. Один из побочных результатов этого кризиса бурный рост националистических и сепаратистских настроений в современной Европе. В мире нарастает социальное расслоение и массовое обнищание. Средний класс стремительно сокращается даже в самых благополучных капиталистических странах. И только доходы сверхбогатых продолжают баснословно расти. Согласно докладу Международной организации ОКСФАМ, сегодня 1% населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99%. Наступление неолиберализма ведет к постоянному нарастанию напряженности и социального раскола в мире. Количество миллиардеров с 2000 года за 15 лет выросло в 6 раз. При этом целые страны охвачены голодом. По данным ООН, за прошлый год число голодающих увеличилось в мире еще на 38 миллионов. Эти разрушительные тенденции в полной мере распространяются и на Россию. Нашу страну сразу несколько наиболее авторитетных организаций исследовательских ставят сегодня на одно из первых мест по уровню социального неравенства. 10% жителей России заявляют о том, что им не хватает на еду. Каждому третьему не хватает средств на одежду. А 200 богатейших людей страны, которые захапали основные богатства, только за прошлый год увеличили состояние еще на 100 миллиардов долларов и сосредоточили в своих руках 9 десятых национального благосостояния. Все более откровенную ставку финансово-олигархический капитал делает на самые реакционные силы. Он не внушает сотрудничать ни с террористическими организациями на Ближнем Востоке, ни с откровенными фашистами, захватившими власть на Украине. Все это признаки того, что мировая система капитализма смертельно больна и крайне опасна. И в своей агонии она способна погубить весь мир. Поэтому нынешний этап мировой истории оказывается особенно драматичным и тревожным и требует согласованных усилий всех народно-патриотических сил, всех левых сил планеты. В прошлом веке два системных кризиса капитализма породили две мировые войны. Из первой человечество вытащил великий октябрь 17-м. Из второй великая победа Советского Союза в мае 45-м. нынешний мировой кризис может закончиться либо катастрофой самоуничтожения цивилизации, либо новыми масштабными преобразованиями на основе социализма. Вот выбор, который стоит перед современным человечеством. И борьбе за то, каким он окажется, мы с вами сегодня активно участвуем, и от нас с вами будет очень многое зависеть. В этой борьбе нас вдохновляет пример тех стран, где у власти находятся убежденные сторонники социалистического выбора. Это Китай, который восхищает весь мир своими колоссальными успехами в экономике и социальной сфере. Китайские коммунисты только что провели свой 19-й съезд, который наметил программу развития страны на ближайшие 30 лет. Давайте пожелаем успехов и плодотворной работы в реализации этой великолепной программы. Это наша Братская Куба, которую американский империум безуспешно пытается сломать в течение 60-ти летий. Братская Куба, которая показывает пример мужества и беззаветного служения делу социализма, делу Октября. Давайте пожелаем нашим кубинским друзьям твердо и уверенно стоять, защищая социализм и великое дело. Это динамично развивающий героический Вьетнам, который в свое время показал пример мужества в борьбе с американским империализмом и который сегодня имеет очень высокие темпы развития. Пожелаем нашим братьям и друзьям во Вьетнаме так держаться и дальше уверенно бороться. Весьма поучителен опыт нашей братской Белоруссии, которая сумела соединить достижения социализма с современным техническим прогрессом и рыночной возможности. На постсоветском пространстве это единственная республика, которая за последние годы удвоила свой потенциал. Пожелаем братской Белоруссии уверенно двигаться вперед. Уважаемые товарищи и друзья, наша главная общая задача расширять сопротивление агрессивному наступлению капитала, единым фронтом выступать в поддержку стран, подвергающие империалистическому давлению, неустанно разоблачать агрессивную сущность капитализма для которого терроризм, войны, кризисы, загубленная природа, страдания миллионов людей, необходимые условия существования. Сегодня выдающегося завоевания октября советского государства нет. Мы его несчастью и наши граждане всей планеты не уберегли. Но оно было предательски разрушено, однако поступ времени не остановить. Выход из тупика предлагает только социализм. Являясь наследниками Великого октября, мы боремся за возвращение страны на путь справедливого развития, как и большевики сто лет назад, Компартии Российской Федерации предлагают сегодня стратегию спасения, развития, конструктивную программу «10 шагов достойной жизни», которая получает все более широкую массовую поддержку наших граждан, всех, кто честно и достойно трудится. Вместе с нашими единомышленниками мы активно протестаем фашизму, национализму и бандеровщине. Давайте пожелаем в этой работе нашим друзьям и братьям на Украине уверенно и может держаться, потому что бандеровщина и националист это ноу-фашизм, который угрожает всем. Успехов вам, наши украинские друзья! За нами правда жизни, за нами непобедимая логика истории. Вековой юбилей революции это праздник не прошлого, а праздник будущего. Свет октября направлен в завтрашний день. Под его животворными лучами прорастут новые исходы созиданий и прогресс. Мы уверены, солнце социализма вновь зайдет над Россией и всем миром, трудовой народ обязательно победит. Для меня большая радость и высокая честь приветствую всех вас тех, кто собрался здесь, в этом историческом зале, в котором Ленин в 17-м году объявил свою программу апрельской тезисы о переходе к социалистической революции и построении нового государства. Мы собрались здесь для того, чтобы отпраздновать вековую годовщину октября, нашего немеркнущего примера для борьбы трудящихся за правду, за свое счастливое будущее. Собрались те, кто даже в самых сложных условиях не сдается и продолжает борьбу за наше общее дело, за социализм, за справедливость, за мир и дружбу между народами. Своим примером вы доказываете дело Ленина, дело октября не осталось в прошлом. Оно живо, оно настойчиво ведет нас в будущее. Мы верим, что общими усилиями сумеем сделать это будущее светлым, радостным и достойным. С праздником вас, товарищи, с юбилеем революции, да здравствует Великий Октябрь, да здравствует социализм, слава народу труженику, слава народу победителю. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Наша дело правое, победа будет за нами! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...